здравствуйте дорогие друзья сегодня 23 апреля и наконец-то после такого ужасного снегопада стала налаживаться погодка сегодня плюс 16 уже но на солнце конечно в тенечке прохладнее и сегодня я вот обхожу свои владения и хочу вам показать результаты не результаты этого ужасного снегопада сейчас вот посмотрим в каком состоянии сосна горная вот она сосна горная она лежала под тяжестью снега лежала буквально я боялась как бы ее не расчахнула вообще чтобы веточки не поломались но к счастью все целенькое она поднялась еще в некоторых местах лежит снег вот видите вот кусочек снега не растаявшего а погода уже теплая и вот там вот на горе он если вам видно наверное не видно белые пятнышки гора такая там пастбище пасутся козы коровки лошади и там лежит еще некоторых местах очень много снега наверное в таких вот впадинах где он задерживался там еще его много но в основном все более-менее благополучно а вот этот можжевельник вот он до сих пор лежит у меня потому что как земля немножко просохнет не будет грязи я его подниму и привяжу так что тут еще у нас так вот гиацин ты были придавлены снегом вот но не знаю может быть еще вот эти бутончики распустятся хотя нет потому что здесь вот сломленный стебелек снег придавил и все сломалось то еще подмерзла дальше посмотрим вот эти тюльпаны к счастью они не успели зацвести вот это очень хороший сорт такой не знаю как называется бакаловидная форма такая и огромный цветок вот когда они зацветут я вам покажу а это вот кажется миранда махровый тюльпан тоже не зацвел но вообще-то тюльпаны очень устойчивые к холоду к морозам даже если мороз они вот звенят прямо замерзшие такие а потом отходят мускарики вот еще на тот момент когда был снегопад три дня назад они еще не распустились вот они поднялись немножко и будут свести эти тюльпанчики тоже в бутончиках вот они поднялись вот подняли головки свои лежали тоже вот так придавленные нарциссом уже как говорится капец вот они полегли не успели подсвести один день поселить это и все а эти нарциссики были тогда еще только в бутончиках вот их не так вот травмировал мороз и эти были в бутончиках сейчас они цветут это более поздний сорт это вот грядочка с новыми тюльпанчиками я их сажала осенью успели зацвести его теперь думаю что зацветут не сильно пострадали от мороза снегопада пионом вот будто бы тоже ничего не сделалось там посмотрим ну думаю что цвести будут от лилечка вышла погулять здесь у меня солнечное место везде тени нету поэтому нету и снега весь паттая уже цветет крыжовничек вот у меня думаю что ему ничего не будет фруктовых деревьев у меня нету нету ни виша ни череша ни абрикос потому что у меня близко вода и фруктовые деревья растут меньше переживаний поэтому а вот моя собачка дульсинея красавица дон да посмотришь сюда доня донь умница 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 наконец-то и собака а на этой грядочке вот где лежит моя собачка дульсинея растут мои лилейники им ничего не сделалось во время снегопада и мороза мороз был минус пять ночью подмерзли только кончики листьев и так как лилейники цветут поздно но с конца июня некоторые сорта некоторые только начинают в июле цвести то цветоносы у них еще где-то там под землей в зародыше поэтому им никакого вреда не нанес снегопад и они будут цвести в свое время я думаю их нужно пересадить потому что я здесь буду делать водоемчик небольшой ну и под вопросом то ли в этом месте то ли в другом месте я еще не выбрала окончательно место водоем нужно делать самом низком месте участка у меня как раз такое место есть или вот это вот или это место и скорее всего я уже определилась с выбором места вот я даже отмерила и очертила песочком контуры водоема и наверное буду сделать делать его здесь мне очень нравится делать вообще такие работы я очень люблю землю копать и хочется сделать своими руками водоемчик прудик будет небольшой посажу растения водные уже я заказала скоро придет посылочка с пятью растениями а дальше я с вами поделюсь что будет дальше на следующих кадрах вот сейчас я хочу вам показать для сравнения что было у нас всего лишь каких-то два дня назад вот лежит мой можжевельник который свалила буря мало того что снегопад был сильный сильнейший так была еще сильная буря прямо ураган по городу вообще много деревьев упало это я просто сижу на своем участке здесь своем доме и не все видела не все знаю а вот дети мои рассказывают они же на работу ездят же каждый день и сколько беды наделал этот снегопад это стихия ну у меня это дело поправимое можжевельник я подниму привяжу его веревками покрепче так как было уже буря два года назад и он уже у меня падал ну как-то получается так что с ветер с корнем подрывает его и он падает единственное дерево вот в моем саду которая падает после бури очень странно мне самой вот и мои нарциссики конечно они не отошли тюльпаны они более устойчивые к холоду к морозам а нарциссы вот они замерзли и в таком состоянии вот они оттаяли сейчас и будут они теперь постепенно усыхать эти цветочки и замерзшие листики и до следующего года у них начнется период спячки и взамен скоро начнут свести другие растения не такие ранние вот в новостях передали что некоторые населенные пункты не некоторых их где-то около 100 до сих пор сидят без электричества у нас электричества не было ровно сутки где-то это на разных улицах по-разному где-то порвало провода потом через какое-то время восстановили приехали монтажники аварийка и так вот по очереди где не было света его восстановили в течение суток и не было даже интернета потому что у меня проводной интернет и тоже он зависит от электричества многие населенные пункты вот до сих пор сидят без света без света сидеть в наше время это конечно катастрофа ничего не работает но для меня самое главное чтобы работал компьютеры без компьютера я просто чувствую одиночество это вот гиацинты гиацинты тоже под снегом и вот некоторые сорта будут еще дальше цвести те что в бутончиках а те что уже успели расцвести и их придавил снег они уже не отойдут тоже до следующего года луковица то сохраняется с луковицей ничего не произойдет она не замерзла вот они красавчики я их только купила вот осенью и посадила всем большое спасибо за просмотр и за подписку на мой канал до скорой встречи в новых моих видео всем пока с вами была тала хухрянская всем пока всем пока всем пока всем пока